Ни на что не разделить. То есть она мне кажется на то, что в этой квартире они, может, и рады бы разъехаться, и мужчина, в общем-то, не против. Конечно. Но он не может, собственно, не получается у него даже комнатной квартиры. А вот, например, с Камчаткина они пишут. Да-да, это хороший сообщение. Я, прошу прощения, я сохраняю орфографию и пунктацию. Тётки хотят равноправия полов, но квартиру оставь ей одной. Лицемерие, однако. Чё это лицемерие, если там есть дети? И, как правило, есть дети. Женщина оставляет себе больше, потому что, как правило, с ней остаются дети рады. А потом, послушайте, ну при чём здесь трудно плавая полу? Мужчина, знаешь, какое есть выражение, я вот всегда рекомендую, когда разговариваю с тем, как тем, как вспоминаю. Мужчина, когда выходит из семьи, подстанавливается свободным. А женщина, когда семья находится, оказывается в лучшем. Это вот, может, языки так уходят, но выгодят. Я учусь, секретарь, я не могу спросить. Нет, 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 это всё, это всё так. Мои женщины. Это всё так. Кто у нас на связи? Типан, да? Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Здесь, знаете, надо посмотреть с точки зрения другое. У меня вот есть брат, ему уже 40 лет, и он патологически не умеет работать. Вы понимаете? И он сидит вот на зарпу жены, а жена у него инвалидность имеет. Вот в чём вся дело. Есть люди, которые не приспособлены под работу. То есть женщина, которая уже списала автомобиль, вот в припадке просто раздражения и бешенства, вы её прекрасно понимаете, и никакого сочувства этому мужчине у вас нет. Ну, конечно, вы просто знаете, я вот жил в этом. Я это видел, как такое происходит. Он у него здоровый парень, у него есть руки, ноги, но он не хочет работать. А зачем за него замуж-то пошла, а? Любила. А вот знаете, в определённый момент, у него зла полюбишь и козла. Не, ну тогда живи, понимаешь, если ты понимаешь, что ты полюбила козла, тогда живи с козлом. Какие проблемы? А то глаза открыли. Сейчас просто. Вести. Первое на главном. В Москве 14.45. Новости. Киев продолжает наращивать вооружение на ине соприкосновения Донбасса. Заявил замначальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин суваясь на данной разведке. Как стало известно, ополченцы попали под обстрел снайпера во время отвода техники из Горловки. О погибших и пострадавших информации нет. Напомню, накануне ополченцы Донецка и Луганская народных республик в одностороннем порядке начали отвод техники вооружения калибром менее 100 мм от линии соприкосновения. Владимир Путин выразил глубокие соболезнения радам и близким Геннадия Селезнёва, скончавшегося в воскресенье вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин всегда высоко ценил вклад, который Селезнёв внёс в развитие и становление российской государственности, подчеркнул пресс-секретарь. По его словам, Путин и Селезнёв до последнего времени поддерживали товарищеские отношения. Погода в Москве затраждается переменная облачность. Временами дожди, возможно, гроза, максимальная температура воздуха плюс 20 градусов. Они почти как мы. Верблюдам приходится всю жизнь горбатиться. Богомолы теряют голову от женщин. Кони не терпят никаких «но». Черепахи любят уйти в себя. Бараны предпочитают общество в себе подобных. Программа, в которой каждый узнает себя. Кошкин дом. Жируй уголок Александра Хабургаева. Обо всех созданиях. Больших и малых. По субботам, после 10 часов, на радио, 200FM. Вы постоянно интересуетесь, что нового? Не можете удалить информационный голод? Рассчитываете на аналитику, но получаете скупые подробности? Есть решение! Представляем вам многофункциональную программу «Начало». Узнать детали, выслушать мнение, поделиться точкой зрения. Все это программа «Начало». Включайтесь! В комплекте вы получите репортажи с места событий, а также экспертные оценки. И только у нас специальное предложение. К трехчасовому ЭПИО дополнительные 60 минут. Нет, это не сон, это «Начало». По будням, 7 до 11, на радио, 200FM. Поездка дня. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 551. Вначале пишите слово «Вести». Знаете, вот зад я у вас, а у меня, во всяком случае, не СМС, и ТМС-4 происходят. Закомон. Продолжение следует...